Дорогие дагестанцы, сегодня для республики состоялась весьма знаковая отставка. Со своего поста ушел спикер Народного собрания Хезриших Саидов. Несколькими днями ранее он покинул и другой свой ключевой пост руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» по Дагестану. Хезриших Саидов, напомню, один из наиболее опытнейших аппаратных игроков нашей республики. И он один из немногих, один из последних политических тяжеловесов, состоявшихся еще в 90-е годы, который на протяжении долгих десятилетий продолжал удерживать прочнейшие позиции в дагестанской власти, несмотря на огромный круг вопросов и претензий, которые накопились к нему в Кремле. Казалось бы, Москва могла продолжать и дальше опираться на проверенного партийного функционера в проведении своей политики в Дагестане. Но к самому поворотному и ключевому моменту российской политической истории, к уходу Владимира Путина с поста президента России и передаче власти молодому преемнику, Москва решила подойти без проверенного бойца в самом проблемном регионе России, в республике Дагестан. И виной тому ключевые стратегические ошибки, которые допустил Шахсаидов в последние годы, и которые очень больно ударили по имиджу правящей партии. И сегодня вся властная, законодательная и исполнительная вертикаль в Дагестане практически полностью очищена от старых узнаваемых лиц из 90-х. Но тем не менее, единственным местом на сегодня, где сохраняются старые тяжеловесы из 90-х, к которым у Кремля до сих пор остается огромный круг претензий и вопросов, этим местом остается список партий Единая Россия на выборах в Государственную Думу. И политическая судьба этих фигур будет зависеть не от того, насколько большая и толстая папка претензий к ним накоплена, а от того, насколько тихо они будут вести себя в период большого трансфера власти. Не дай бог, кто из них допустит хоть малейшую ошибку, которая ударит по имиджу президента и по имиджу правящей партии. С ними поступят гораздо жестче, чем с Хизриших Саидовым или с другими представителями команды Рамазана Абдулатипова.